Привет всем! Это канал Лиса Алиса вяжет, а меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать в своем новом небольшом вязальном влоге. В этом видео у меня будет две готовые работы. Одна уже на мне, это жилет из мотива Бабушкин квадрат, и вторая работа, как я ее назвала, Майкорзлетайка. Если честно, еще ее не примеряла, все, будем вместе с вами смотреть, как вообще, что у меня получилось. Так, и что еще? А, еще покажу вам немножко своей новой пряжицы. И не будем затягивать со вступлением, давайте смотреть про вот этот. Жилетом у меня дальше, а дальше вот это мне не нравится, что вот так вот широко. А я понимаю, что здесь проймы у меня, то есть будет обвязка проймы, но, в общем, мне вот эта ширина не нравится. И мне вот где-то вот столько, я поняла бы, убрать, и отлично было бы, как раз ушло на пройму, и не было бы такой ширины. Вот, поэтому что я решила? Эти квадраты буду убирать, и связала новые. Но связала их на спицах, ой, на спицах на крючке номер 4. Это я все вязала на крючке номер 5, их решила связать, думаю, на крючке номер 4 свяжу, наверное, будет поменьше. Но когда я связала новый квадрат на крючке номер 4, он такой же широкий у меня и получился. В итоге, что я сделала? А, просто убрала один ряд, и, соответственно, он у меня получился меньше, вот, как раз на нужную мне ширину. В общем, буду это распускать, эти заново соединять, и уже возьмусь за обработку вот этой задней части, короче, боков и спины. Резинку буду вязать. Вот, и здесь решила, здесь у меня прям все три ряда черных, а тут решила сделать розеньким серединку. Мне кажется, так будет пооригинальнее на боках. Вот, так что такие у меня дальнейшие планы, буду переделывать. Можете меня поздравить, я завершила вязать жилет. Ну, то есть, его, ну, обработку. Я вам до этого показывала сюжет, вот, мне оставалось проймы. Но, что хочу сказать. В целом, мне все нравится, и это, я его назвала, мой неидеальный жилет. В голове, конечно, виделась картинка немножко другая, но, по факту, ну, как есть, так есть. В принципе, я своего перфекциониста еще раз подальше, можно сказать, засунула. Но, в целом, в принципе, к чему уж не придираться, то, вообще, отличный, отличный жилет получился. Так, что у меня тут по низу? Низ у меня вот так выглядит. Ну, как я там видела на картинке, что там, получается, сначала здесь вязался перед, а потом резинка, вот, боковые и спинка, и отдельно. Не знаю, я как-то кромочная, видимо, неправильно вязала у меня, вот, так все стянуто. Вот, петель здесь распускала по несколько раз, перенабирала, чтобы тоже вот не было вот такой вот у меня стянутости вот самих квадратов. Вот, несколько раз тоже перезакрывала, сначала слишком свободно закрыла, и у меня вот получились такие волны, в общем, да, волны, как юбочка. Вот, потом более-менее так, где-то поднатянута, может быть, где-то более, ну, в общем, более-менее. И с этим, то есть, где спинка тоже, немножко было проблематично, тоже перезакрывала несколько раз. Вот, по пройме, что у меня, у меня вот так вот, покажу, у меня все, все выглядит проймом. Здесь, вот это меня смущает, тоже, то есть, когда я надеваю на себе, все это дальше я потом уже покажу. Спинка, перед, в принципе, нормально, а вот спинка как-то она под, вот эта вот часть у меня подтянута. То есть, даже сейчас так покажу. То есть, я надеваю его, ну, так как одеваю, джинсы, футболка, и вот этот жилет, ну, или лонгслив будет. И вот здесь вот как-то он у меня вот так вот сидит на спине. Вот. Думаю, что это вот как раз из-за вот этих, что ли, я не знаю, может, здесь поменьше рядов. То есть, распустите поменьше рядов, просто связать, тогда не будет такой стянут, то есть, может, он так тянуть не будет, не знаю. В общем, постираю, похожу, поношу, решу уже, как быть. Может быть, и правда распущу ряда четыре. Ряда четыре, да, распущу, возможно. Не знаю. В общем, надо думать, смотреть. Все, отправляю я это изделие постираться. Вот. Думаю, в машинке же можно, это же акрил. Можно в машинке его постирать, наверное, да, закину. И это, что значит, закончила одно плечевое изделие и приступаю к своему летнему недовязу. И вот он, мой недовяз, это майка. Вяжу по описанию Маргариты Тереховой сарафанная майка. И начала я это изделие еще в 2022 году, в конце лета. Думала, что это будет мое первое плечевое изделие, потому что, как бы, что здесь вязать? Тут вязание сверху, ой, снизу вверх идет, одни лицевые. И ничего особо и сложного нету. Но, как оказалось, я, получается, в 2022 году провязала только вот где-то, да, вот такое расстояние всего лишь, забросила. В прошлом году я уже довязала до разделения переда и спинки. И уже начала вязать перед, но, так как у меня еще опыта вязания плечевых изделий не было, с спицами я теми же вязала, что вот и основное, вот эту часть. Но, как известно, круговую вязание плотнее, нежели поворотное вязание. И у меня получились петли, то есть, когда вот уже начала вязать перед отдельно, то где-то у меня вот тут вот одна петля, а у меня здесь уже на спицах при поворотном вязании, грубо говоря, то есть, одна большая петля, как вот эти две вместе. Вот, и тоже я это забросила, расстроилась, забросила, но, как бы, теперь я вернулась к этому изделию, хочу его довязать, хотя в последнее время у нас погода такая холодная, что хочется вязать что-то тепленькое из теплой пряжи, нежели из хлопка. Вот, но довязать все-таки я решилась. И еще, как оказалось, что я вяжу это наш на третий размер, там в описании три размера, а вот самый последний большой третий. Не знаю, почему я так решила на третий размер вязать, но хотя, как бы, у меня в голове картинка такая, что я буду это носить там джинсы, ну, брюки, допустим, футболка белая и сверху вот эта майка. Вот у меня такой образ в голове засел. И в целом-то на футболку вроде по ширине, по идее, нормально должно быть, но не знаю, у меня большие сомнения, потому что здесь-то прям как-то очень широко. Я не знаю, как лямки, ой, лямки будут ли как-то держаться, не будут впадать с плеч или будут, не знаю. Посмотрела еще, прошлась по хэштегу, кто вязал такую майку. Вот, вроде нормально выглядит, вроде у меня так тоже должно, по идее, получиться, но пока не знаю, что в итоге получится. И так как это пряжа, сейчас напомню вам, это пряжа из Троицка, ромашка, здесь хлопок и вискозы 50 на 50 и в 100 граммах 210 метров. Вот, и соответственно она, то есть я мерила, когда вот тут держала за лямки, и она очень так вниз прям опускается, то есть растягивается вниз очень хорошо. Не знаю, может попробовать связать, ой, связать, постирать потом машинки, не знаю, градусов на 40, не знаю, усядет, не усядет, что будет, непонятно. В общем, буду довязывать, потому что иначе и так у меня будет процесс, был даже момент, что хотелось распустить, но вроде решила довязать, посмотреть, что будет. Если образ, который в моей голове сидит и в жизни, как все это будет выглядеть, будет разниться, то, не знаю, не понравится мне дома, в любом случае я майку эту буду носить. Вот, а так осталось, у меня тут делов тоже, я уже, а, по расходу, кстати, да, то есть я отвязала в круговую, разделила на перед и спинку, отвязала перед, и у меня ушло три моточка, и вот от третьего моточка вот такой клубочек. И сейчас, получается, я уже, упс, уже перешла на спинку, тут немного еще провязать спинку лямки, вот, и присоединила четвертый моток. Ну, такое нелегкое изделие получается, не знаю, как будет, посмотрим, буду довязывать. Пока мои помощницы спят, я решила, наконец-то, дозаписать это видео, и, видите, на мне майку, но они попозже. Давайте про жилет. Жилет, вот он готов, вязала я его по фото, по фото бренда Aura Yams, вязали его, и, соответственно, у них есть описание. Но я попробовала связать его, ну, самостоятельно. Там, они в своем телеграм-канале даже давали, ну, некоторые данные по расходу, по крючку, вот. Ну, а посчитать, высчитать, сколько квадратов вязать, в принципе, не сложно. Здесь у меня боковинки такие вышли, то есть здесь так, а здесь уже вот так. Ну, это я вам все показывала. Расход. У меня вот весы взвешивала, они то 270 показывают, потом как-то свернешь по-другому, 280, ну, в общем, в пределах этого весит жилет. Что еще? Стирала я его машинкой, я его решила постирать в машинке, на быстрой стирке, вот не помню, сколько кратусов. Ну, и достала его полусухим, ну, что с ним не случилось, не деформировалось, в общем, акрил стопроцентный, что еще можно сказать. В целом, да, мне вот были сомнения, что здесь у меня по бокам все стянуто, но вот сейчас примерила, одела, выходила, как-то нет, вроде все нормально стало. Ну, ничего меня не смущает, переделать я пока точно ничего не буду. Мне прям вот худейно-залаивает мой неидеальный жилет, потому что у меня здесь, ну, вот здесь немного сейчас нравится, вот как тут у меня получилось вывязано. Ну, то есть как-то я кромочные петли не так, у меня все пошло куда-то вверх, как-то не так вывязала, вот. Ну, в целом, в целом я прям очень довольна и хочу уже его одевать, носить, но погода, как и по всей России, нелетная. Снежная, морозная, вот, ждем тепла. А теперь, 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 давайте я покажу вам немножечко, какие пряжные свои новинки, хотя они далеко не новинки, но прервемся пока на этот сюжет. Ох, сколько красоты у меня появилось за последнее время, но я почему-то забываю видео все показать. То есть в своем телеграм-канале делюсь новиночками, вот. А тут, когда там снимаю видео, монтирую, понимаю, если я буду сейчас все еще новую пряжу показывать, то у меня видео будет, не знаю, больше часа, а я, ну, снимать такие долгие видео не очень люблю. Вот, поэтому, давайте, наконец-то, приступим к просмотру моих новиночек за последнее время. Начнем вот с этой, это уже, ну, с этого моточка, конечно, это уже не новинка у нас, это пихорка. Воздушный кант, элитная серия, но цвет этот новенький. Появился он не так давно, и просто, смотрите, какой шикарный. Так, надеюсь, будет видно по цвету. Не знаю, если что, прикреплю фотографии, когда фоткала еще при вот прям свете таком хорошем, там прям четко должно передаться. Так, это у нас цвет называется тайга, номер 10. Очень классный я, когда, так, когда мне вышло видео, я сравнивала пихорку воздушный кант и пряжу Aura Space, кажется, да, то есть от бренда Aura, вот, и там как раз сетовала на то, что вот пихорки бы таких же прям насыщенных темных оттенков бы добавить, и все, я готова-готова все выкупить и связать себе футболку. В общем, как только появился этот цвет, я себе заказала, взяла 5 маточков. Вот, я так думала на футболку, но, возможно, и на капор. Хочу связать капор, возможно, это будет из этой пряжи. В общем, посмотрим. Из пихорки воздушный кант я вязала дочки. Вот такой жилет. Вот, очень классный, мягенький, приятный, нежный. После стирки с ним ничего не стало, все хорошо себя ведет, прекрасно, и в носке. В общем, мы с дочкой довольны. Очень нежненькая пряжа, я вот очень-очень рада вот этому цвету, и, надеюсь, еще будут появляться другие цвета у пихорки воздушный кант. Вот, так, значит, у меня этих 5 маточков. Куда пока? Ну, пока сюда и положим. Дальше, что у нас еще? Тоже давайте, это прям совсем недавно-недавно. Я не собиралась на лето ничего вязать, изделий именно плечевых. Вот, летом планировала салфеточки, может, что-то повышевать, ну, может, что-то там крючком, сумку, да, сумку еще бы хотел связать. Какую-нибудь, вот, и все. Но тут появилась вот эта новиночка, это Yarn Art, Linen Soft. Здесь у нас 30% льна, 36% вискоза, 34% хлопка, да, и в 100 граммах 275 метров. Цвет 7321. Вот, выбрала такой, там расцветка довольно-таки палитра хорошая, то есть есть и секционная, и вот такие однотонные. Ниточка тут такая, сейчас мы попробуем найти, ну, так вот, допустим, вытащим. Такое на неравномерной скрутке. Вот, полотно будет довольно-таки интересное. И что же я хочу из этого связать? Так, у меня это и 4 моточка. Ну, по идее, должно, да, хватит. Хочу связать по описанию Маргариты Тереховой. Вот, называется Шопот Сакуры, кажется, если не ошибаюсь. Поставлю фотографию. Вот, хочется мне связать именно такое изделие. Вот из этой пряжи, мне кажется, будет прям такое легкое, воздушное, нежненькое, на лето, там, с жинсами, шортами. Ну, прям класс. Я прям вот на себе вижу, вижу, и надеюсь, все у меня получится. Вот, такой моточек тоже сюда оставляем. Дальше, дальше у нас носочка. Вот этот моток я вам не показывала, а он у меня, мне кажется, еще появился зимой. Я что-то как-то упустила этот момент. Это вообще уже моточек такой, можно сказать, раритетный. Его сложно сейчас найти в свободной продаже. Мне удалось его в расхомячке купить. Почему именно этот моток? Я как-то увидела у Оксаны с канала Warm Engineer заставку на видео. Сейчас вот здесь тоже прикреплю. Вот, где, ну, вот она в таких носках. И прям вообще расцветка просто. Мне очень, очень-очень понравилась. И вот случайно, каким-то образом, может, не случайно, в расхомячке вот продавали. Там еще какой-то был моток, да, и вот, а, или вот это, не помню, что мне там еще проглядывалось. В общем, все, я прям тут же этот моточек и купила. Вот, пока еще, как видите, ничего не вязала, берегу. Ну, хотя носки определенно себе будут. Дальше тоже давайте из носочков, что у нас тут. Так, это у нас реги. Реги, реги. Четырехнитка. Color. Так, что-то тут прицепилось. Вот, номер цвета 02735. И, так, этот корзин, походу, сыпется. Будет, получается, такими довольно-таки широкими полосками укладываться. Здесь у нас 100 граммах 420 метров. Ну, да, на спицах 2,5 вполне буду вязать. И состав стандартный, 75 шерсть, 25% полиамид. Все. Такой красивый, шикарненький цвет. Очень мне понравился. Я просто видела, как уже связаны носки. Ну, это именно из этого цвета. Прям очень покорили меня. Классно выглядит. Так, и вот это же у нас, что это? Бомбочка такая. Реги Energy Flow Color. Это появилось прям совсем недавно. И уже расхватали просто момент. Как его называют? Махровое полотенчико. Это такая ниточка, махрушечка. С такими петельками получается. Так, надеюсь, видно. Уже многие повязали или связали даже носки из этой пряжи. А я только собираюсь. У нас, так, состав, давайте смотреть состав. 42% шерсти, 33% хлопка и 25% полиамида. 100 граммах 300 метров. Думаю, да, надо смотреть на 2,75 или даже, потому что говорят, что вязать нужно лучше на более спицах побольше. Вот если на 2,75 взяла бы, может быть, и троечку на троечке попробовать. Так как плотность у меня хорошая, очень плотная, то, наверное, да. В общем, надо пробовать. И вот такая махрушечка должна будет получиться. Классная. Так, у нас по цвету это 0,0084. Этот цвет. Мне понравился больше всего из всех. Вот. И что еще? Ну, так вроде все. В общем, красотища. Неимоверная. Пока тоже наглаживаю, хожу. Так, из моточной пряжи, наверное, здесь наведем порядочек. Из моточной пряжи это вроде все, кажется. Если что-то упустила, в следующем видео ждите. Еще новинки пряжи. Ну, не новинки уже, наверное, что-то у меня... Да, давно куплен, но все никак-никак. Но в телеграм-канале делюсь. Так, и теперь вы тут видите бобиночки. Ой, это просто вообще. Это... Я зарекалась. Это в SkyWall брала, зарекалась. Участвовать в подобном мероприятии, в гонке за этой пряжей. Ну, в общем, что? Это букляшка. Но мне удалось довольно-таки быстро все, что я хотела взять. Иначе, думаю, все. Это точно мое. А давайте начнем, наверное, вот с этого цвета, нежно-розового. Розовый зефир называется. Я когда увидела на Даши, владельца SkyWall, вот этот джемпер розовый. Просто облачко какое-то неимоверное. Решилась, да, поучаствовать в этой бойне за пряжу. Так, давайте посмотрим на ниточку. Такие петельки. Сейчас. Вот. Я не знаю, конечно, насколько у меня, что получится ли из какой-то из этих бобинок связать плечевое. Ниточка довольно-таки тонкая. Машинки у меня нету вязальной. Но, я думаю, можно справиться и руками, сделать какое-нибудь такое нежное-нежное, легкое полотно. Так, смотрим. Это у нас, я не знаю, как точно называется. Миро. Будет видно. Миро Глио. Артикул Торнадо. Розовый зефир. Состав у нас 14% махера, 6% шерсть, 30% нейлон и 50% акрил. Здесь у меня бобинка 500 грамм, метряж в 100 граммах, 950 метров. Вот. Такая букляшечка. Но, определенно, у меня есть задумки. Какие-то из цветов взять и замиксовать в жилете. Связать полосочками. Ну, еще какую-нибудь... То есть, это получается фактурная пряжа. Какую-нибудь просто... Ну, такую, как сказать, плоскую. И что-то из этого сделать. Так, давайте теперь к этому цвету. Этот цвет тоже мне вот понравился джемпер. В этом цвете на Даши. И все. А здесь, получается, у нас вот эта ниточка. Это таракот. Оплетена вот этой черной. И он, конечно, прям смотрится классно. Так, это таракотовый сон называется. Но здесь все то же самое. Просто цвет. Вот, смотрите, какой классный. Так, дальше. Это лиловый у нас. Это лиловый меланж называется. Все то же самое. Оно здесь, да, получается вот эта сама... Петельки лиловые. И такой светлая нить идет. То есть лиловые петелки опутывают беленькую ниточку. И получается такой меланжевый эффект. Классно. Волосявая такая. То есть видно волоски. И вот этот еще цвет просто шикарный. Морская акварель. Да, охота была за этими цветами такая нешуточная. Морская акварель. Правда, прям очень классно смотрится. Вот. Надеюсь решиться. Решиться и повязать из этой пряжи. А тут, наверное, во сколько нитей-то. Надо пробовать будет потом, если я решусь на что-то. Вот такие у меня новиночки пряжи. А теперь давайте перейдем к чему? К чему? Покажу, довязала ли я майку. Ну а что же по моей майке-разлетайке? Ну я ее так и назвала. Потому что она такая разлетайка. Но в целом вот мне прям сижу. Вот как я хотела. Так вот на футболку белую надевать. Мне прям нравится. Вот смотрю. И ну так прям свежо как-то получается. Видимо цвет такой. Цвет пряжи, что вот он как-то освежает. В целом думаю. Ну попробую. Вот так солнце. Попробую выйти, как говорится, в свет. В таком виде. То есть там джинсы. Вот эту футболку. И вот эту маечку. Либо там когда ну шорты. Бриджи. Вот. В общем будет прикольно. Я еще тут не убирала кончики нити. Как видите. Ну как я заправила. Но еще не так. Я боюсь, что вдруг все как-то распустится. Расползется. Хочу клей. Для. В общем клей вроде есть какой-то. Что можно ниточку так подклеить. Если вы уже каким-то пользовались проверенными. То посоветуйте пожалуйста в комментариях. Какой лучше взять. Вот. И хочу в принципе по всем. Ну. Везде где есть кончики нити. Хоть и запрятаны. Хочу немножко все равно подклеить их. Потому что как-то не знаю. Страшно. Вдруг что-то где-то расползется. Поползет. Ну. Не знаю. Такой какой-то страх у меня. Так. В целом что по майке. Она весит у меня 300. Не помню. Только сейчас взвешивала. Уже все цифры ушли. В общем 330 мне кажется грамм весит. Ну. Я уже до этого да. Говорила. Что получается у меня 3. Ну да. Тремоточка. Тремоточка. И в четвертый я зашла. Вот еще нитка. Ладно. Вот. Мне. Сижу прям. И тоже вот сейчас фотографировалась. И да. Вот то что цвет такой прям классный. Ай. Солнце светит. Освежает. Мне нравится. Но. Не знаю. Из хлопка. Вязать ли. Из такой. То есть хлопка из козы. Тяжеленькая довольно-таки пряжа. Вряд ли я буду еще из такой вязать. Но вот хочется связать из какой-нибудь такой все-таки тепленькой пряжи. Как такой жилет будет. Но уже не такой широкий. Сейчас я встану. Наверное. Покажу. Покажусь. Наверное. Вот так. Дальше подальше. У меня тут стул. Вот. Получается. Тут у меня уже середина бедра. Наверное. Бедро. Так. Не бедро. Бедро у меня ниже. Ну. Пояс. Вот. Пояс джинсов. И тут карман получается. Да. Такой. Футболка у меня даже. Наверное. Чуть-чуть длиннее. Хотя прикрывает. Вот так выглядит. Здесь. Вот так вот покажу. Все. Ну. Криво-косо. Понятно. Ну. Вот такая. Ну. В целом вроде не так широкая. Ну. Не знаю. Майка разлетает. Как больше ничего о ней сказать не могу. Ну. Прикольно. Прикольный такой опыт. Хотя планировалось это как первое мое плечевое изделие. Но в итоге первое мое плечевое изделие. Джемпер сладкий моргучий. Это прям вообще топчик. Получился у меня. Так. Что еще? А. Ну все. По майке вроде все. Больше мне сказать нечего. Как получилось. Так получилось. В телеграм-канале я еще тоже там сделаю. Изделие. Отдельные посты. Напишу. Как. Что. Как. Что. Вес. Ну. И так далее. И там фотографии. Что попало. Фотографии можно будет тоже посмотреть. Так. И. Напоследок. По моим процессам. Что у меня есть. Получается сейчас я жилет довязала. Майку довязала. Я так что-то соскучилась прям по носкам. Вообще не могу. Прям вот хочу вязать носки. И буквально за. Вчера. За вчера. Сегодня у нас пятница. 10 мая. Да. Я. Связала вот такой носочек. Это из хлопковой пряжи. Регия. Коттон колор. Тутти фрути. Ну. Как понятно. Что это апельсинчик. Вязала вот с такой фигурной манжетой. У меня есть мастер-класс. На такую манжету. Ну. Очень. Мне захотелось. Повторить такие носочки. И. Связала я так же с пяткой бумеранг. Но уже здесь вязала с клином. Как называется. Опять я все забыла. С клином прибавок. В общем. Да. С клином прибавок стопы. И мне прям нравится. Как сейчас сидит носочек. До этого я вязала вот такие. Вставлю фотографию. Лимончики. Тоже из Регии. Колор. Тути фрути. Безумно нравится эта пряжа у Регии. Вот она прям вот мякушка такая. Пухленькая. Вот. По сравнению с другими какими-то хлопковыми. Вот. Которые у меня есть. Это прям мякушка. Мякушка. Мне очень нравится. Я вот сейчас вот эти лимончики ношу. И прям вообще балдею. Машинки стираются. Ничего не протирается. Ну. Прекрасно. Я вот уже. Когда их с марта. С марта мне кажется. Ну. Очень замечательно. И вот я решила еще такие апельсинчики себе связать. Все. Сегодня примусь уже за вторую носок. Прям вот очень горю. Тоже буду вязать дальше. Что планирую? Пока. Я займусь носочками. Все. Хочу носки. Хотя и хочется вот в такую погоду прям хочется взяться за теплую, пухленькую. Какую-нибудь вот. Вот такую ниточку, мякушку. И что-нибудь. Ну опять розовое. И что-нибудь связать. Тоже такое мягенькое. Ну большой не хочется. Вот жилет. Да. Жилет хочется. Пряжа у меня уже подобрана на жилет. Я здесь, я не знаю, показывала, не показывала. Может показывала в прежнем видео. Подобрала сочетание цветов. Какие я уже искала. В общем. Подобрала сочетание цветов, которые планируются на жилет Интарсии. Вот. Хочется это начать. Может быть и начну. Погода холодная. И хочется в руках держать что-то тепленькое. Но еще хочется... Что у меня еще в планах? Носки. Носки, носки из уже шерстяной пряжи. Давно, мне кажется, в каком-то... Не, не 21-м, 22-м. 23-м. Я вязала, тоже прикреплю фотографию. Вот такие носочки и схема. Ну, то есть, сама составила, придумала. Краткое описание у меня даже есть. Небольшое на эти носки. Но я хочу собрать это как PDF-файл. Ну, просто кратенько. То есть, для тех, кто умеет вязать носки, то есть, расписать уже так более подробно и небольшие видео снять на какие-то там моменты. Как там распределить петли на пятку и чтобы сохранить узор, чтобы по стопе сверху шел. Там-то эти нюансы есть. Вот. И просто сделать такой PDF-файл в бесплатном доступе. И, пожалуйста, вот у меня такая задача стоит. Передо мной хочется собрать это все как-то в одно, оформить в едином стиле. И, то есть, связать, ну, несколько носочков отвязать с таким теневым узором. Брать теней. Иногда вот не хочется ажур, а вот вроде узор хочется, но такой, чтобы он как-то не мешал. И, чтобы удобно было в обувь надевать, чтобы он не был каким-то таким супер объемным. Вот. Теневые узоры в этом случае спасают. Буду с вами прощаться. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставьте ему лайк. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. И буду ждать ваши комментарии. Как вам мои изделия, что я навязала. И делитесь, чем вы сейчас занимаетесь в такую холодную погоду. Что-то ли вяжете из теплой пряжи или петли. Перешли на летние какие-то изделия. Вот я пока вязала летние носочки. Но вот у меня прям... Хоть и прям хочу вязать носки, да. Но вот хочется что-то прям тепленькое в руках держать. Вот. И... Спасибо еще раз огромное. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok